друзья приветствую вас я анна дубинина и сегодня мы с вами рисуем домик в таллине для нашего скетча я выбрала вот такую палитру 3 тона холодных серых 3 тона серо-коричневых теплый желтый припыленный розовый пару голубых и коричневый для двери и так приступаем для начала я беру самый свой светлый бежевый и добавляя тени там где мне хотелось бы добавить рисунок я для вас приготовила заранее чтобы мы не тратили на него время чтобы убрать страх чистого места я добавляю тени те места где они находятся этот домик я фотографировала фотографировала свои поездки к таллинн так теперь вот здесь вот наш наличник камень я тоже хочу ему сразу придать бежевый оттенок нежный ступенечки пройдемся вот так вот а потом там где надо будет мы добавим сера скетч это такая работа которая может быть закончена практически любой момент поэтому стараемся работать так чтобы если мы оторвались можно было потом это дело так и оставить не дорабатывать ну и наверное на этом с теплым бежевым язык пока отложу работу вот здесь вот еще добавлю и перехожу к нашему основному цвету дома я прокрою его голубым а потом там где мне захочется я добавлю серого сделаю микс у меня будет видны карандашный набросок мне очень нравится этот эффект когда мы видим карандаш карандаш для скетча карандаш придает какой-то графичность еще больше прекрасно не потеряем кусочек если немного заехали на наши белые наличники у двери ничего страшного потом мы сможем все поправить вот это есть он тоже голубой но и прокроем его сейчас но когда будем работать с серым и миксовать серый голубой мы не будем вот и у нас еще там серый наличник но мы его чуть-чуть вот здесь вот там белым у нас тоже голубая полосочка да и наш труба она в цвет дома аккуратно прорабатываем теперь я возьму серый самый светлый и то же самое сделаю я просто мешаю серый и голубой чтобы получить цвет нашего дома домами и текстуру поэтому накладываем штрихи в разном порядке когда мы движемся маркером в разном направлении и при этом не жалеем положить маркер не в один слой у нас получается такая хорошая хорошая приятная текстурка как раз та которая нам нужна для нашего дома и еще раз поверх не пройдусь голубым пока наш слой влажный еще раз внимательно по окна там где идет контакт с нашей рамы создание со штукатуркой водите если вот мне хочется поработать добавить текстуру еще раз под корнице утемнить там где окна в контакте всех предметов мы утемняем добавляем текстуру и контраст не боимся ничего страшного не случится наш голубой домик так теперь я приступлю к окошкам и с окошками я буду работать в том же порядке сначала светлые серые накладываем прокрываю все рамы потом я пройдусь белая ручка дальше я начинаю работать с отражением будто бы у нас там отражается небо и делаем это мы вот такими свободными движениями и нижнее окно в нем у нас уже отражается соседнее здание на темное поэтому мы его будем делать глухим возьму следующий по тону серый это угры 4 и также начинай работать с нашими окнами даем тень и где-то еще какие-то отражения и это но она у нас практически плотно немножко оставим либо небольшой кусочек ну прям совсем чуть-чуть и обязательно по драмы покажем кинг и этим же серым мы еще раз пройдемся по нашим теням под карнизом я возьму кисть не буду работать кистью очень деликатно в каких-то местах аккуратно где-то посмеление прям указываем знаки нашего внимания нашего взгляда чтобы картиночку хотелось рассмотреть куда даже должно пойти наше внимание по какому пути смотрит наши глазки чтобы картинка стану объем так и вот здесь вот мне хочется прямо плотнее сделать наши тени совсем рядом с землей достаточно деликатная работа и наш карниз он у нас имеет серый отделку вот так вот аккуратно деликатно внимательно это можно проделать и легким уверенным движением и медленно внимательно это сделать работаете так как вам удобно и теперь я возьму наверное более плотный коричневый добавлю нашу дверь вот так вот тоже внимательно посмотрите здесь очень интересная арочка стараемся сделать ее синтепричной если у нас остаются какие-то промежутки или прекрасно оставляем не трогаем пусть они у нас будут дадим еще раз тон и и этот же цвет двери работаем и очень аккуратно добавим его совсем чуть-чуть деликатно чтобы поддержать нашу картинку чтобы не было такого что мы где-то цвет использовали и он у нас нигде не поддержим обязательно поддерживали даже нами окошечке тоже тут и немножечко так поддержим чтобы дом смотрелся интересно так ну а теперь работаю чуть-чуть с рамами очень очень аккуратно а верхнюю верхнюю окна я работаю обратной стороной до ладо вот так вот вот так вот вот так вот И теперь дам намек не плотно, а очень легко на другие раны. Вот такое у нас окошко будет, потом мы еще поработаем с его тенями. И в этом окне рама у нас только внутри розовая, мы их сейчас не будем трогать, а возьмем потемнее коричневый, серо-коричневый и поработаем этим маркером. Мне хочется проработать одну группу, добавить камню текстуру, очертания вот этих декоративных форм, проработать более детально. На ступенечках добавить тени, задать такую графичность. Так, и с этой стороны. Текстуру камня добавляем очень деликатно, не рисуем группу одну линию. Точечки, палочки. Наш наличник. Еще раз подходим к нему. И вот этот наличник тоже оформим его темнее. Вот так вот. И начинаем опять же прорабатывать те места, где хотелось бы показать тень смело и выразительно. Вот так. Отделим Нашу сливную систему Под окошком. И тут темно в двери. И вот эта вот часть. Тут какие-то детальки. Сонариум поработаем потом. Теперь возьмем розовый. Карниз наш. Вот так. И рядом у меня располагается светлое здание. Я хотела бы проработать его присутствие вот таким образом. Задать ритм, но исключительно символический. Вот так я покажу соседнее здание и не буду углубляться. Дальше мне хочется обязательно чуть-чуть добавить розового окошка. Вот так. Немного в дверь. Где-то нами в ступеньке. Чтобы это было живописнее. И вот эта вот наша дверь я тоже сделаю розовый. Вот так. И возьмем. Заменим. Даже если у нас, например, с собой нет необходимого нам цвета. Мы приехали на планер. Стоим сейчас в городе Таллинн. Напротив этого домика. И у нас с вами ограниченная палитра. Нас это ничуть не смущает. Мы спокойно себе рисуем теми цветами, какие у нас есть. Заменяем то, что видим, на то, что нам нужно. Отбили наш домик. Тут тоже сделаем тоновый акцент. Чуть темнее. Вот так. Чтобы наш домик на наш вышел. Проработаем немножко наши окошки. Чтобы они у нас стали пообъемнее для нас. Еще разок проходимся. Не боимся. Посмотрите, когда мы добавляем объем. Выходит на нас как будто бы участники нашего скетча. У двери там тоже есть какой-то рисунок. Все ритмы города постараемся сохранять. Если нам что-то хочется добавить, обязательно добавляем. Возьмем самый темно-серый и проработаем им также наши точки. Внимание. Очень легко. Здесь мне хочется, например, сделать какую-то деталировку. Так. Там вот темно-серый и должно быть окна наша плотная. Так. Вот здесь вот. Наша воронка пошла вниз. У двери тоже добавляем тень. Самая темная часть наша. Так. Наш тупень. Так. Теперь возьмем. Здесь вот ступеньки мы проработали. Добавляем ступеньки. Так. Так. Здесь наш ясик. Я его забыла, поэтому мы делаем вот так вот. И дальше. Опять же. Часть нашего дома мне хочется, чтобы он был отдельный. Рядышком у нас будет желтый домик. Так. Вот так. Вот так. Там какие-то окошки покажем. Совсем символически они у нас уходят под наклоном. Так, и совсем не хочется от нашего домика отвлекать внимание, поэтому не буду их там особо прорабатывать, но есть они там и есть, скажем так. Какие-то еще линии перспективы и так далее. Не будем уводить внимание от нашего домика и теперь я возьму линеры и проработаю те детали, которые мне хочется добавить. Наверное, только в фонаре я беру черный линер. Дальше я буду работать с цветными линерами. Ну, например, вот проработаю нашу решетку таким красно-коричневым линером. Опять же добавлю внимательность к деталям, ритмам. Уделю внимание всем тем объектам, которые я хочу, чтобы рассматриваю мой зритель, который мне хотелось бы рассмотреть самой. Делаю опорные точки, чтобы объект не пропадал. Задаю тон. Посмотрите, когда мы добавляем цвет, оно более тонкий, и дом начинает играть. В общем, становится таким интересным. И для живописности, чтобы у нас не скучно была наша крыша, сюда тоже добавим какой-то ритм. Может быть, он будет фантазийный, но не страшно. Я так и вижу, я художник. Даже если в тенях нет красного, мы его туда добавим. И в дверь, так вот с этой стороны я оставила крышу, доделаю ее, потом перейду к двери. Теперь у нас есть у наличника камни. Проработаем эти камни. Очень приятный получился эффект. Вот здесь я немного зашла тоном дома на белый наличник. Но это приятная такая расплывчатость. Я даже не буду ее сейчас убирать, пусть останется. Так, и мне хочется обязательно нарисовать зрителя нашей картинки. Так, вот тут наш домик. Там что-то такое интересное. У фонаря там держатели и лампы. Вот здесь вот у нас деталь, она черная. Теперь я проработаю светло-сером. Вот тут часть, она не нужна мне внизу, такая светлая. Все части дома снизу. Посмотрите, что я делаю. Я им добавляю серый. С белыми движениями. Так, то же самое сделаем тёплым. И даже то же самое тёплым сделаем вот здесь вот. Чтобы живописнее стал наш скетч, обязательно добавим его тон внизу. Вот так. Поживи. Поживи немножко. Поживи. Поживи немножко. Ну и, наверное, последний штрих. Ага, я не добавила жёлтого в окна. Если у нас где-то есть один цвет, обязательно поддерживаем его в других местах. Напоследок, да, поддержим. Достаточно смело. Жёлтый наш светлый и его практически не видно будет. Мы можем миксовать наши маркеры, получать новые приятные цвета. Посмотрите, какие симпатичные. И чуть-чуть акцентов добавим нашим тёмно-сильно. Ну, возможно, тоже вот так вот достаточно смело тех местах, где у нас темно. Вот так. Пришлось потерять наш лес. Да. Ну что, друзья. Ещё раз пройдусь вот здесь. Томасия. Вот так вот. И, наверное, на этом я остановлюсь. Поставлю подпись. Рисуйте вместе со мной и со скетч-маркерами. Удачи всех! Вашу снижения. Олышаюсь со мной. ulesи. Субтитры создавал DimaTorzok